И снова здравствуйте, с вами Максим. Наступила новая ивентовая неделя, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит, что нужно делать. Ежедневная награда. Нам дают 15 мифриловых кирок 43 серии, которые нужно использовать в 42 лабиринте. Отлично, кирки из будущего или лабиринт из прошлого. Их нужно использовать только на этой неделе, они не будут использоваться потом в последующих лабиринтах, так что не копите. Нажимайте рейт и тратьте. Два праздничных жетона ежедневно дают, то есть всего мы получим 14 за почту. И одна супер монета желаний для супер казино, просто копим и не надо тратить. Далее, ценные пакеты у нас есть. Ценные пакеты за доллары и ценные пакеты за звездные алмазы. В них купонные сокровищ, которые используются для прокачки вашего поезда. Их тратить не надо на этой неделе. Монеты желаний, кирки и гемасики. Про монеты желаний. Вообще, в принципе, если нужно купить пакеты звездных алмазов за звездные алмазы, тогда можно обратиться к Алексу. Ссылка на него есть в описании под видео. Далее, идем по купонам. Купонные сокровищ. На этой неделе идем в поезд сокровищ. Смотрим, никакой бонусной коллекции нет. Поэтому купоны тратить, ну, наверное, не рекомендуется. На прошлой неделе была антикварная коллекция. Вот, кто не знает, как смотреть бонусную коллекцию, вот снизу есть полоска, вот эта эмблема коллекции. И она обычно вот показывается здесь вот над человечком справа. Какой шанс повышенные сокровищ получить. Раз у нас была антикварная коллекция, значит, по идее, на следующей неделе должен быть инопланетный десерт. Потом опять, наверное, неделя с пропуском. Потом затерянный артефакт. Потом неделя с пропуском. И, наверное, символ героя. То есть, где-то через месяц, наверное, увидим символ героя. Коллекция, которая нужна всем. Так что на этой неделе не рекомендую тратить. Далее. Монеты желаний. Это награда за фонтан желаний. Здесь никаких дополнительных наград нет. Поэтому монеты тратить не рекомендуется. Мефриловая кирка. 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 Это небесный лабиринт. Заходим в лабиринт. Выбираем любого героя. Если вы не собираетесь донатить, то вам без разницы, через кого идти. Вы, в принципе, пройдете там 6-7 этажей. Использую даже рейд. Что здесь у нас в дополнительных наградах есть? Через этаж даются опять праздничные жетоны. Одна штучка. Ну, как бы фри-ту-плей игроки без дополнительных пакетов за звездные алмазы могут пройти 6 этажей. Ну и, возможно, седьмой закрыть. Может быть, даже и... Все. На восьмой вряд ли получится. Поэтому тут можно будет получить всего 3 купончика. Пойдет. И что еще есть? И все. И гемасики. Гемасики нужны, вот, например, на тайный сундук. Что отсюда покупать? Обязательно покупаем первый лот за 500 гемов. Потому что они дают свитки призыва за 100 гемов одна штучка. Это полезно. Если у вас вдруг жемчуг проявиться закончился, то тоже покупайте. Потому что достаточно выгодно. Один жемчуг стоит 300 гемасиков. Это самый дешевый жемчуг в игре. И последний лот, в котором дается выдающийся эпический сундучок, в котором есть... О, алики-то только. Ну, в общем, если вам нужны монеты гильдии, блестящая святыня, перья, сундучок, то можете его тоже купить. Остальные 2 лота, так, по желанию. Если у вас есть лишние гемы, нужно там прокачивать скинчики. Нужно прокачивать там артефакты. Героя вдруг получить не хватает. Пыли для прокачки камня. Можете тратить, но по сути это ни на что не повлияет. В ивентах не участвуют. Это только ресурсы для вашего аккаунта. Базовые все ивенты мы посмотрели. Идем в незабываемый карнавал. Праздничная моментальная лотерея. Что здесь нужно делать? Необходимо купить за 20 тысяч гемов. Вот тут нажимаете на плюсик, покупаете 20 купончиков. Тысяча гемов каждый. И получается, потратите 20 тысяч гемов. Стоит тратить или нет? Да, стоит. Потому что это выгодно. Как здесь работает? Вы нажимаете начать игру. Вам показывают какое-то число. И дальше вы выбираете строчку, диагональ, либо вертикальный ряд, который вы хотите, скажем так, прожать. И получить оттуда какие-то суммы цифр. Сумма цифр дает вам определенное количество цветных праздничных флагов 1. Они вот в большом достаточно количестве даются. И набрав их определенное количество, можно будет их потратить в магазине. Тут что получается? Максимальная, минимальная. Если вы наберете 6 в сумме, то получите 1680. И вот максимум 24 в сумме можно получить. Наберете 1008. Как это работает? Каждый раз, когда тратите купончик, вы получаете фиолетовый флаг. Нажимаем нажать. Здесь появляется лут, в котором говорит потратить. Нажимаем потратить. Вам дается один флаг. И дается рандомное число. Число 8. То есть вы уже в принципе не набираете 6, 7, 8, 9, 10 тоже не наберете. Вам нужно теперь выбрать какой-нибудь ряд, который вы хотите. Например, вы хотите... Ой, я не туда нажал. А-а-а, черт. Короче, тут у нас есть еще две попытки. Нажимаете на какой-нибудь еще сюда. Алло. Во, нажал. 4, 5, 8. Вы можете в сумме теперь сложить и вдруг угадать. Ну-ка. Во, открылось. 5, 8, 3. В сумме что у нас получается? 8 плюс 8, 16. Можно вверх дать. 16. Что у нас дает? Вот, 53 флага. Точно верхнюю строчку не надо выбирать. Вот здесь в сумме что у нас может быть? 9 плюс еще какие-то остальные цифры. То есть где-то тут в районе 10, 11, что-то такое. И выбрать какой-нибудь... Короче, я бы не стал париться в принципе. Ну вот так можно две попытки потратить. Ну, 4, 3, 7. Ну, давайте выберем это число. Выбираем. Да. Число. 13 нам дали. 120 флагов получили. Нажимаем начать. И еще у нас есть три попытки. Нажимаем какой-нибудь... Почему не сразу открывается? 8. Сюда нажмем. Еще 8. 16. Опять 16. 53. То есть опять не стоит тарать. Сюда нажмем. Да нажмись. 4 плюс 7, 11. 4 плюс 1, 5. Тут 7. Ну, выберем какую-нибудь направо. Пусть идем направо. Берем 20. 20. Идем дальше. И вот так вот прожимаем все. Каждый раз, когда вы прожимаете, у вас есть три попытки открыть дополнительные полоски. 8. Уже 10. Сюда идем. Так, здесь и какую-нибудь сюда. Да, открывайся. А, это мне нужно провести мышкой. 8, 3. 11 плюс еще какое-нибудь число из оставшихся. Да и пофиг. Нажимаем сюда. 144, 144, 17 выпало. Короче, вот так вот нажимаете каждый раз. Тратите 20 плюс. Потом еще за неделю еще 14. Короче, это опять нужно тут сидеть. Так, тыньк. Лотерейку провести. И вот так вот провести. И потом в итоге... И потом в итоге... О, давайте вот сюда выберем. 1, 2. Что здесь упадет? Шестерка. Наконец-то! 1680. Самая максимальная награда. Повезло. Халява. В общем, нажимаете так. Открываете лотерейки. Участвуйте. Тратите все до конца недели. Там же лабиринт тратьте. Получайте эти жетоны. Купончики. И потом идем в магазин подарков. В магазине подарков вы должны потратить ваши зеленые флаги и фиолетовые флаги. Фиолетовые тратятся только на ядра превосходства. То есть получается у вас будет 20 плюс 14. Минимум 34 ядра можно получить. Вообще круто! 34 это достаточно халява. За 20 тысяч гемов. Плюс еженедельные награды. Плюс еще в лабиринте 3 штуки получаются. Значит 37 у вас будет минимум ядра. Это достаточно щедро. Не артефакт, но в принципе. И тут вот есть лимит на этих покупок. Один, например, скинчик, сундук костюмов. Ивентовых костюмов всяких. Для вашего героя какого-нибудь. Еще один выдающийся эпический сундук. В котором уже есть Уальдек. Уальдек Уильямс. Можно получить... Что еще можно получить? Короче 3500. Не так уж и много. Суть получилось. Ну короче. Идем далее-далее. Когда потратите вы в этом магазинчике тысяча флагов. То у вас откроется магазинчик. Вы сможете купить сундук с сокровищами. Один на выбор. Когда потратите 1200, да, получается. Вы сможете получить оранжевое сокровище. С фестивальными скинами 2023 года и 2024 года. Это крутая, кстати, возможность. Вот тут нужно брать какие-нибудь сокровища из прошлого года. Которые вы не прокачали. Например, там картина, фонограф и еще что-то там всякое было. Вот этот кролик тоже, по-моему, вкусный. Я уже не помню, но они какие-то есть вкусные. Также можно до оранжевых сокровищ дойти. До рожевых. Рожевых. Рожевые сокровища всех коллекций. И еще ивентовых коллекций прошлого года. Камера. Тоже хорошо. И этого года. И дальше, дальше. Что тут у нас? Потратив 3200 откроется сундучок. Потратив 6400 можно получить сундук с выбором. Но как получить? За 18 флагов. Тут уже фиолетовые флаги пойдут. То есть, не тратьте пока что фиолетовые на ядра. Дождитесь до конца. Посмотреть, сколько у вас будет флагов заработано. И тут нужно будет дойти вот до седого. 18, 18, 18 требуется. То есть, в принципе... Что у нас там было? 20, 37. 37. Ну, как раз можно, если вдруг вам повезет 9600 потратить, то вы сможете 2 лота отсюда получить. Так как будет в сумме 18, 36. А мы за неделю получим 37 флагов сможете получить вместе с ежедневными наградами с лабиринтом из 20 отсюда. Ну, неплохо. Выглядит как будто очень мега крутой ивент без доната. В котором, в принципе, не надо. А, еще чуть не забыл. Эстафета удачи есть. Донатная эстафета, в которой тоже можно вот эти вот купончики получать. И если вы не можете сами задонатить, купить, то можете, если хотите, обратиться к лисе. Лиса вам поможет купить вот эти вот паки. Здесь тоже достаточно много их. Ну, неплохая лесенка. И первая эстафета, а также бесплатная. Плюс еще один праздничный жетончик. Нажимаем получить. Забираем. И идем в лотерейку. Тратить, тратить, тратить. В общем, всем желаю удачи в этой лотерейке. Что брать за 18? За 18 сундучок, наверное, не стоит брать. Его и так можно получить. Постарайтесь, конечно. Ну, как постарайтесь? Если вам повезет 6400 набрать, конечно, берите сундук исходного артефакта, чтобы прокачивать и делать освещенные артефакты. 9600, конечно, кажется, как будто бы много. Хотя я уже набрал 3500. Если повезет, туда-сюда. Ну, может быть, получится тоже набрать. Тут можно одной из наград взять. Что там? Сублимации, либо пол ядра. Ну, а дальше уже 12 тысяч, наверное, вряд ли кто наберет. Это уже для прокачки судьбы. И последний сундучок. Deluxe Star Soul Mast Material Selection Set. Это уже для прокачки шепот звезд. Или как его там правильно зовут? Не помню. Короче, участвуйте, покупайте, донатьте и лотерейку. Желаю вам удачи. Для того, чтобы получить очень вкусные, большие награды. Давайте еще раз прожму. Тут 8. 3. 2. Вот средненький. 7. А мы возьмем направо, пойдем. Подтвердить. Еще 6. Вот это я просто везучек. Просто лакер. Все, 1600 я уже понабрал. Много, да? 5200. Короче, считайте, что вам тут цифры, какие падают все-таки. Все-таки считайте. Это полезно. Считать. 4.1. Блин, но тут вряд ли выпадет, да? Ну, давай еще вот эту вот. Посчитаем. 6. Все, берем вот эту, идем. Семерка. Было близко. 84. 1600 или 84. Ну, ладно. Три раза точно не повезло бы. Все. На этом конец видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи в лотерее и всем пока.